В предыдущих двух видео я дал два варианта прогноза о том, что будет в этом году, в 2022. Первое видео было с негативным прогнозом, второе вообще с позитивным, там все вообще шикарно. И вероятность этих двух прогнозов, я думаю, что она не самая высокая, но реальность, как всегда, будет где-то посередине. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я считаю, что вероятность того, что случится самый оптимальный прогноз и самый ужасный, ну, она невысокая, но их надо иметь в виду. А что же, на мой взгляд, произойдет? Ну, из оптимистичного прогноза я считаю, что абсолютно точно произойдет следующее. С чего я начинал? Вирусомикрон, он в ближайшие месяц-два заразит всех, все абсолютно переболеют и все абсолютно приобретут, в принципе, антитела к коронавирусу. Это будет действительно, скорее всего, состоится. Что я дальше говорил, что это, скорее всего, ну, примирит всех, значит, и прививочников, и антипрививочников. Вряд ли это произойдет, потому что фармацевтические компании и правительство, они уже, в общем-то сказать, ну, приноровились, очень здорово использовать это дело. Фармкомпании, естественно, получают деньги за то, что люди покупают лекарства. Реализация аптечных сетей выросла за прошедший год. И, конечно, в общем-то сказать, ну, не хочется отдавать этот рынок. И, естественно, фармкомпании будут сопротивляться, они будут говорить, настаивать на том, что прививаться необходимо, несмотря ни на что, что появляются новые штаммы, и они их будут находить. Но народ возмущается, во-первых, во-вторых, все уже, всех достало все это дело, маски и все прочее. Вот, а маски, опять же, это производство огромное, их тоже надо, все люди должны покупать эти маски. То есть, как бы этот рынок так просто, ну, и так просто эти ребята не сдаются, и они будут настаивать на том, что прививки необходимы, что надо прививаться всем, значит, потому что, ну, потому что они должны получать деньги. В конце концов, это, так сказать, самый последний аргумент и самое, в общем, я думаю, что разумное объяснение. Вот, ну, постепенно, конечно же, все это сойдет на нет. Вот, насчет того, что откроются границы, и свобода перемещения перестанет быть ограничена, и, скорее всего, это произойдет, потому что я это уже вижу. Потому что я вот уже буквально сегодня прочитал сообщение о том, что эксперты уже признают, что ограничения перемещения граждан, то есть, как бы движения вот эти вот, закрытия всякие, они, в общем, ни к чему хорошему не приводят, и, в общем, сказать, не особенно останавливают распространение болезни. Поэтому здесь, скорее всего, все будет хорошо, а это значит, что грузоперевозки, авиаперевозки вырастут, что люди начнут, наконец, путешествовать. Ну, скорее всего, откроются кафе и рестораны, скорее всего, возможно, даже и концерты начнут, ну, для того, чтобы хоть какой-то оптимизм у людей появлялся, разрешать начнут. Ну, вот, ну, насчет того, что собрания и митинги начнут разрешать, это вряд ли, потому что, ну, потому что в нашей стране, по крайней мере, это значит, что, если вы собираетесь на митинг, то, значит, вы все экстремисты, и вас всех в тюрьму надо посадить, и все. И здесь не нужна никакая пандемия, никакие масочные режимы, не нужно вводить, просто всех скопом брать и сажать в тюрьму. Вот, с этим тоже все хорошо. Что еще, значит, положительное будет или отрицательное? Ну, смотрите, в прошлом году, как я уже говорил, значит, рост цен бешеный, инфляция бешеная. И для того, чтобы этот рост цен как-то остановился, значит, что должно быть? Должны люди побежать в магазины покупать, ну, так сказать, в магазины люди, конечно, побегут, но денег столько напечатано, что не справится. Вот, и поэтому инфляция будет продолжена. Да, еще я говорил, что, значит, Украина там примет закон, значит, Минские соглашения и так далее, имплементирует. Вот этого ничего, скорее всего, не произойдет. Я говорил, что на Порошенко, так сказать, удобный способ навесить все это дело. Но я думаю, что ничего из этого не произойдет, конечно же. И, в общем-то, здесь ничего не будет. Здесь надеяться не надо на разрядку международной напряженности. Ну, возможно, встретится еще раз Байден с Путиным, вот уже, значит, как бы об этом говорится. Они какую-то там ксиву напишут, что, ну, они, так сказать, в ближайшие 20 лет не примут Украину в НАТО, которая, как всегда, ни к чему их не обязывает. Ну, в общем, сказать, позволит какое-то моральное удовлетворение получить России, Путину и так далее, что вот нас заметили, с нами поговорили. Собственно говоря, ничего больше. Поэтому инвестиции в нашу страну не пойдут бешеным потоком, санкции не отменят. Ну, и войны, я надеюсь, тоже не будет. То есть, они напишут, что 20 лет они не примут в течение 20 лет Украину в НАТО. И, в общем, сказать, попросят нас отвезти войска, что мы, собственно говоря, и сделаем. Потому что, ну, воевать, я надеюсь, что никто не хочет. При этом, значит, они, ну, возможно, возможно договорятся, что перестанут поставлять оружие Украины. Вот. Ну, в общем, как договорились, так и нарушили это дело. То есть, здесь все будет вот прямо вот так, как было. Значит, ДНР, ЛНР, значит, там постоянная точка напряжения. И, собственно говоря, ничего такого, потому что эти ДНР, ЛНР никому не нужны. Ни России, ни Украине. Я повторяю. Вот. То есть, недавно вот коммунисты выступили заявлением, что их надо признать. Вряд ли их признают, конечно, потому что, ну, это уж совсем край. Вот. Здесь ничего, никаких продвижений я не вижу. Это значит, что, ну, в Украину, скорее всего, инвестиции, ну, может быть, хоть как-то пойдут в Россию. Вряд ли как-то пойдут. Хотя, ну, хотя бы старые не разрушат. И хотя бы новые санкции не введут, новые ограничения не введут. И уже хорошо. Что это значит? Это значит, что инфляция будет продолжена. Это значит, что то, что я в негативном прогнозе говорил, что в разных странах будут возникать стихийные волнения. Это будет наверняка почти. Вот. Потому что инфляция есть, цены растут. Вот. Из хорошего, ну, в развитых странах, скорее всего, зарплаты начнут тоже расти, потому что, ну, потому что там уже некому работать. Значит, там очень большой дефицит рабочей силы. У нас тоже есть, ну, в общем-то, дефицит рабочей силы, но не такой большой. И вряд ли у нас цены будут расти. Здесь тоже вряд ли стоит на что-то рассчитывать хорошее. Вот. Ну, а что с фондовыми рынками? Ну, смотрите, с фондовыми рынками следующее. Давайте обратимся к графику S&P 500, который говорит о том, ну, как все происходит в мире. И давайте посмотрим, что происходило за прошедшее вот время. За прошедшее время график S&P 500 вел себя вот таким вот образом. Посмотрите, вот он вот, 2020 год, 2019 год, все росло, значит, ничего не предвещало беды, там вообще все было в шоколаде. И, значит, вот тут в начале 2020-го коронавирус, вы видите падение. Вот здесь вот американцы снизили ставку, это не сильно помогло, значит, продолжилось падение и включили печатный станок. После того, как они включили печатный станок, как я говорил, значит, понеслась, значит, касая в баню, они печатают, они выкупают программу КУЕ, значит, соответственно, выкупают долговые обязательства с рынка, деньги остаются на фондовом рынке, и фондовый рынок, вы видите, вот просто вот, просто спокойно идет вверх, вверх, вверх. Что произошло дальше? Да, и в течение вот с 2020 года, с марта месяца, все это время, значит, и 2021 весь год, все это время станок печатал без остановки. И, что самое интересное, не было инфляции, они с удивлением наблюдали, что печатают необеспеченные деньги, инфляции нет. Но чудес не бывает, в конце концов, инфляция случилась, причем инфляция уже по последним отчетам за последний год составила в США 7%, и они сейчас срочно, значит, для того, чтобы остановить инфляцию, что делают? Они останавливают печатный станок, и говорят, что, ну вот сейчас уже сокращают, значит, выкуп, то есть он продолжается еще, то есть пока еще станок печатает. Вот, и в марте месяце, вот он, март месяц, видите, да, в марте месяце полностью остановится печатный станок. Так, он уже остановлен, он примерно здесь, вот он начал останавливаться где-то вот в декабре, нет, даже здесь вот. Ну, что произойдет? Смотрите, вот она вот линия, да, вот такая линия, эта линия обусловлена бешеным печатанием денег и раздачей их как населению, которое в локдауны закрывалось так, и на фондовый рынок программа КУЕ. Программу КУЕ сворачивают, а людей выгоняют на работу. Соответственно, людям перестанут платить деньги за то, что они сидят дома, и, соответственно, идите и работайте. Вот, и перестанут КУЕ, значит, соответственно, вот эту вот линию мы можем продолжить примерно вот, ну вот, так вот до марта будет, вот она в два раза меньше, вот так вот, да, вот, вот так. И, значит, дальше эта линия, все, она прекращает, прекращается печатный станок. Что здесь будет? Ну, до марта, по крайней мере, до марта мы примерно будем, примерно до марта у нас будет вот такая вот, уже с повышенной амплитудой движения, вот, с повышенной. И дальше, дальше ожидается что? А дальше ожидается следующее, для того, чтобы оснать инфляцию, что делают люди, центробанки? Они повышают учетную ставку. Учетную ставку уже повысил центробанк Англии, и пока ничего, российский центробанк уже давно повысил учетную ставку для того, чтобы обуздать инфляцию. То есть, соответственно, когда США поднимут учетную ставку, это ожидается, что два поднятия или три поднятия учетной ставки будет за следующий год. К чему это приведет? К тому, что в момент поднятия учетной ставки индекс S&P 500 куда-то хорошо должен упасть. Вот. И дальше он будет вот как-то вот так вот, вот потихонечку идти. Вот к чему это приведет. Вот. Но давайте вспомним, давайте не будем пугаться, что такое индекс, вспомним. А индекс это, конечно же, это акции прежде всего, и это средняя цена акций, то есть средняя цена всех компаний. Но все эти компании неравномерны, поэтому для того, чтобы уже сохранить деньги, здесь начинают действовать экономические законы. Потому что какие-то компании приносят прибыль, какие-то компании не приносят прибыль. И надо покупать компании, те, которые вырастут, естественно, это самый лучший ответ. Какие акции, каких компаний покупать, надо покупать акции тех компаний, которые вырастут в цене. Вот и все. Вот. А какие компании вырастут в цене? Ну, смотрите, открываются границы, люди начинают движение, люди начинают ездить, значит, соответственно, акции транспортных компаний, прежде всего, авиакомпании, это Boeing, Airbus и Аэрофлот у нас, они должны начать все-таки расти. Потом, значит, это приведет к росту цен на нефть, то есть можно купить, ну, грубо говоря, фьючерсы на нефть, это приведет к росту, ну, в частности, вот у нас, у меня есть Транснефть компания, я надеюсь, что она тоже вырастет, потому что у Транснефти прокачка пойдет, ОПЕК снимет ограничения на добычу нефти, это приведет к увеличению добычи нефти, потому что нефть начнет расти бешено. Вот, добыча нефти приведет к росту нефтедобывающих компаний, это Роснефть, там, Газпром, цены на газ, они уже выросли, это Новотек и так далее, есть отложенный спрос, люди начнут покупать машины, и кроме того, что есть инфляция еще, поэтому производство машин тоже начнет расти, и металлурги начнут расти при этом, и автомобильные компании начнут расти при этом, значит, есть тенденция на рост электромобилей, поэтому у меня НИО компания в портфеле, вот она, сейчас она на минимумах, кстати. То есть, я думаю, что это удобный момент для того, чтобы взять, НИО это производитель, китайский производитель электромобилей, Китай, все нормально будет с Китаем. Что с российским индексом, что с Россией? Ну, Россия, вследствие того, что ввела вот такую вот истерику по поводу Украины, российский фондовый рынок начал падать достаточно быстро и уверенно. Но это не могло продолжаться дальше. Как здесь защититься вот от таких резких падений? От таких резких падений надо защищаться на срочном рынке. Посмотрите, что сделал я. Вот с начала года, видите, да, с начала года у меня на срочном рынке я ни одну акцию не продал. У меня акции по-прежнему, значит, сколько было, столько и осталось. Ну, пока я их не увеличил, портфель тоже, так сказать, потому что пока еще ничего особенно не докладывал много, так, по чуть-чуть. Вот, но при этом я на срочном рынке хеджировался и за счет опционных стратегий, посмотрите, у меня с начала года, вот в начале года было, вот сюда вот смотрим, да, вот в начале года было 56 тысяч, здесь я ничего не добавлял. Последний раз я посмотрел и добавлял 27 декабря сюда 20 тысяч добавил. И, значит, сейчас мои активы 110 тысяч, то есть они выросли, ну, к средним активам 84,92, ну, а здесь, в общем, сказать, ну, ровно в два раза. Почему ровно в два раза? Потому что давайте посмотрим сейчас на текущую ситуацию. Вот она у меня текущая ситуация, 113 тысяч 480 рублей, то есть здесь данные немножечко устарели, сейчас я пытаюсь их обновить. Да, вот они, 113 тысяч 361 рубль, все устаканилось, то есть ровно в два раза я увеличил здесь доходы. Ну, то есть, смотрите, было 56 тысяч, прибавилось еще 56 тысяч, что, конечно же, приятно, и, соответственно, это компенсировало падение всех активов на фондовом рынке. И, наконец-то я нащупал вот это вот, ну, как бы, соотношение между срочным рынком и фондовым рынком. Срочный рынок я тоже принципиально не пополнял, хотя иногда очень хочется поспекулировать, но вот все это удалось. Ну, как вы видите, все это удалось, вот, вот он, вот, вот он период роста очень большой, потом был спад, потом снова рост. Вот, что это были за периоды. Ну, здесь все было как прежде, значит, там, ну, он колебался, колебался, и когда рынок, я просто ожидал, что рынок начнет падать, и я смотрю, значит, резко очень в один момент доллар начал расти. Давайте я вам покажу прямо этот момент. Вот он, этот момент. Вот, посмотрите, однажды здесь 5-минутный график, я смотрю, доллар вдруг резко начинает в рост. USD, рубль, tomorrow. При этом в новостях ничего, как всегда, но я думаю, что если доллар вверх, то, значит, индекс РТС вниз. И здесь я уже резко настроил опционную стратегию на то, что рынок упадет, и вот в этот момент как раз он и начал, собственно говоря, падать. Это было, вот, вы видите, 13-го числа, 13-го января, он начал падать. И здесь я уже, ну, пишу, что-то случилось, кто знает. Ну, в общем, сказать, здесь Рябков выступил о возможности размещения военной инфраструктуры на Кубе, там, и так далее, и так далее. Вот, и вот я уже, значит, хвастаюсь о том, что у меня за день стало, было, сколько там денег, столько-то стало, на 45 тысяч больше, то есть на 90 практически 1% за один день. За один день, вы видите, да? Вот, результат за сегодня, 91% роста за день. Вот, 96 тысяч. Вот, что я сделал дальше? Дальше я начал, здесь у нас тут с коронавирусом ситуация. Вот, дальше я решил, что на этом все остановится, и дальше пойдет отскок. И я настроился на отскок, видите, да? Вот они, уже 92 тысячи, значит, у меня немножечко, так сказать, он, естественно, я с опозданием с небольшим это сделал. Настроился на отскок, значит, на рост. У меня 3.03, и с этим я ушел на выходные, на пятницу. Что произошло дальше? А дальше следующее. Я надеялся на отскок, я тут такой радостный, что вот он, отскок случился, и он у меня, значит, там, бьжжж, все хорошо. Но, вот здесь я пишу, рано радовался, и вместо, там, сколько было в предыдущем слайде, было плюс 11 тысяч, вариационная маржа, то есть, 92 плюс 11, это 103 тысячи. В результате я на следующем слайде пишу, что рано радовался, уже минус 9 тысяч. Вот так вот, и все пошло вниз. А у меня дельта положительная, вы видите, вот, все вверх, а, значит, окатится вот сюда. Вот, ну, что произошло дальше? Дальше я все-таки перестроился, и вот она у меня, вот такая вот, получился такой пудспред, грубо говоря, который бычий. Вот, то есть, соответственно, я все-таки рассчитывал на то, что будет отскок. Вот здесь вот, видите, да, значит, он пошел вниз, я перенастроился, но потерял практически все. Посмотрите, плюс 64 и вариационная маржа плюс 9 тысяч, то есть, там, 70 с лишним тысяч на счете, то есть, я там здорово опустился. Вот, но я надеялся, что вырастет, и если вырастет, то увидите здесь 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч, и все будет в шоколаде. Вот, вот таким образом. И я решил, что, ну, второе дно мы не пробьем. Вот, ну, собственно говоря, так и случилось. Вот я уже, значит, там построил, опять же, на рост. Вы видели, какая ситуация у меня была, так сказать, вверх-вверх-вверх, только ракетой. Ну, и вот он, случился рост индекса РТС вверх. И, соответственно, я вернул все, что было, и вот он, идет вверх. Вот, видите, красная линия, она потом пойдет сюда, 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 и здесь все хорошо. Здесь вот я, смотрите, пишу, что, значит, 69 тысяч, у меня вариационная маржа плюс 5 тысяч 340. Следующий слайд. Вот уже красная линия, хопа, вот сюда проскочила, и уже вариационная маржа плюс 10 тысяч, то есть, там, буквально спустя час у меня уже плюс 5 тысяч добавилось. И вот она, вариационная маржа 20 тысяч. Следующий слайд, то есть, все прямо в рост. Здесь вот я, кстати, в открытии был, заезжал, такая елка там красивая. Вот, и дальше у меня, значит, смотрите, вот он, пересек вот этот вот порог и пошел вверх. Дальше, значит, у меня уже плюс 38, как мы видим, тысячи. 69 плюс 38, это уже больше 100 тысяч. Вот, ну и, соответственно, я уже в плюсе за неделю там, и прочее, прочее, прочее. Ну, и сейчас вы видели вот такой результат у меня. 113 479 плюс 358 вариационная маржа, то есть, почти уже 114 тысяч. Таким образом, от падения рынка можно страховаться исключительно на срочном рынке. Вот, построением вот таких вот опционных стратегий. Важно только понимать, что вот он прямо сейчас и так далее. И здесь, конечно, надо находиться достаточно плотненько за компьютером. И для того, чтобы этим заниматься, для того, чтобы это делать, конечно же, надо в этом во всем понимать и как минимум приобрести курс биржи для чайников и опционы. Потому что именно опционы позволяют вот это вот делать. Ну, а если вы не хотите заниматься самостоятельной торговлей, то лучше всего, вам лучшее решение – это доверить это дело профессионалам. Профессионалам – это значит не мне отнюдь, а довериться именно профессионалам через различные фонды ETF, которые предлагают абсолютно все брокеры, и деньков, и открытий, и ВТБ, и открытие предлагает вот управляющую компанию. И там есть наиболее хороший фонд, например, сбалансированный. Есть фонд «Акции России», который заменили, в общем-то, модельный портфель. Управляющая компания «Акции России» – PIF, он доступен абсолютно всем, не только квалифицированным инвесторам. Там минимальная сумма вклада абсолютно доступна всем. Значит, если модельный портфель сейчас от, насколько я помню, от 300 тысяч рублей, и для квалов только, то управляющую компанию «Пай» вы можете купить от 5 тысяч рублей. И там абсолютно тот же самый, фактически, модельный портфель, который вот в этот период падения, в общем-то, индекс Мосбиржи упал, индекс РПС упал, а модельный портфель не упал, а даже дал небольшой, но рост. Поэтому все на самом деле не так печально, просто доверьте это дело профессионалам. Это не стоит ничего. Как это сделать? Обратитесь ко мне, значит, ну или там ссылочка будет, как открыть брокерский счет. У меня ссылочка, соответствующая, в описании к этому видео. И вы вроде бы открываете брокерский счет, но на самом деле вам позвонят от брокера, вы скажете, я хочу вложиться в управляющую компанию. Как сказал Демитков Юрий и управляющая компания, именно акции, то есть аналог модельного портфеля, вам помогут открыть счет в управляющей компании. Вот такие мои рекомендации. И еще один простой и такой вот, ну уж совсем-совсем простой совет и совсем простые соображения, с которыми вообще трудно спорить, ну из серии лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Поэтому по-любому, абсолютно, неважно, есть рост, нет роста рынка, откладывайте деньги, делайте это регулярно, откладывайте денежки на... Потому что, ну, нехорошие времена, они в принципе могут быть. Учитесь инвестировать, если вы боитесь, что там деньги ваши потеряются. Либо откладывайте деньги вот в эти фонды ЕТФ, про один из которых я сказал, там, открытие акции ПИФ. И о других фондах я тоже буду рассказывать в своем видео, в своих видео, поэтому оставайтесь на моем канале, лайк, подписка и до встречи. И будьте, пожалуйста, богатыми и счастливыми, и не надо быть бедными и больными. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.